Мы, наверное, поговорим об ответственности, которая действительно лежит на нас с вами, как на верующих высшего Машеха. И мы читали, написано в первом стихе 34 главы, Дина, дочь Лии, которого она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли. Знаете, я недавно подумал, что можно говорить. Ведь недельные главы толкуются уже на протяжении, наверное, чуть более 2500 лет. Говорят, что это восходит еще от Езры. Но на самом деле это восходит еще от Маше, от Моисея, от книги Дворим, где написано, это второзаконие 31 глава с 10 стиха. Там написано, и завещал им Моисей, и сказал по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник Кущий, когда весь Израиль придет и явится пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь. Читай сей закон пред всем Израилем вслух его, собери народ мужей, жен, детей, пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. Аминь. Я подумал, что действительно, что можно сказать, ведь на протяжении стольких лет мы слышим разные толкования, разные интерпретации определенных вещей, и вроде бы все знакомо, да? Ну что я могу, если сказать или услышать, ну почти нового я ничего не услышу. Но если посмотреть на цели толкования недельных глав, то, что нам мало слушать, нам необходимо еще исполнять, хранить это и исполнять. Здесь написано, чтобы старались. Но я думаю, это, наверное, какое-то облегчение переводчики, потому что я посмотрел на еврите, там, я еще не владею евритом, но я посмотрел через словари, там использованы просто глаголы, чтобы они слышали, учились, написано, чтобы хранили и чтобы делали. То есть все повелительные глаголы. Нету такого, чтобы старались. Поэтому исполнение того, что мы слышим, того, что мы читаем, того, что мы проповедуем, оповедуем, оно просто нам необходимо. И когда мы видим, что вот цель толкования недельных глав, она именно такая, это исполнение, то тогда это всегда актуально. Что бы мы ни слышали, что бы мы ни повторяли, это актуально. Потому что, к сожалению, поведение наше, оно хромает. Ну не знаю, ваше, мое точно. И поэтому посмотрим мы на Дину. Дина вышла посмотреть на девушек землетой. Она, ну это девочка, да, на тот период времени ей было где-то 9-10 лет. И, конечно, девочка вышла любопытственно. Сегодня в наше время тоже, это юный возраст, это время каких-то новых открытий, познания чего-то, возникают какие-то интересы. И бывает так, что в нашей жизни бывает вот этот уклад нашей физической, может быть, семьи, может быть, духовной, он как-то иногда давлеет на нас. Да, я посмотрел, Лия, она одна, 11 братьев вокруг, отец, мама. Я вспомнил свою племянницу. Когда она родилась, ее окружало семь братьев. Ну, не родных, один был родной, остальные все двоюродные, но они все близкие. И каждый брат, он хотел в чем-то ее наставить, где-то ей помочь, где-то о ней позаботиться, что-то подсказать. Ну, то есть опека была, опека, чрезмерная. Вроде бы маленькая, она все это воспринимала как любовь, она все слушала, принимала, но когда она стала подрастать, я стал замечать, что это уже ей не нравится. Это уже как-то на нее оказывает какое-то давление. И вот точно так бывает в нашей жизни, когда нам надоедают какие-то устои, какие-то правила, и иногда мы закон Божий, его заповеди воспринимаем просто как ограничение какой-то нашей свободы. Но на самом деле именно в законе Божьем, именно в его заповедях, в его уставах есть настоящая свобода. В этом есть наша безопасность. Сегодня такое время мы все ищем безопасности. Но нету, нету иной безопасности в этом мире, как только у Бога. Как только с ним. К сожалению, случилось так, недавно у нас были гости, они уехали в связи с этой обстановкой, уехали обратно в Москву, и они ищут безопасность. Я им сказал такую вещь, что, к сожалению, сегодня случилось так, что где есть человек, там везде есть опасность. И только мир, покой, какое-то утешение, эту безопасность мы можем найти только в Боге. Других вариантов у нас нету, и этому всему способствуют именно Божьи заповеди, Его воля, Его закон. Мы не спасаемся ими, но мы, как спасенные люди, живем Божьим законом, Его правилами. Я недавно, я работаю сейчас электриком здесь, в земле Израиля, и недавно проходил инструкцию, то, что называется, там, инструктаж, да, или как курс, а вода беговая, работая на высоте, да, чтобы получить определенное разрешение. И знаете, я вспомнил, когда я был в Кыргызстане, я тоже работал электриком, я лазил по крышам, лазил по лесам, где только я не лазил, лишь бы заработать деньги, за это я поднимал ставку. Но знаете, я не соблюдал никаких правил. У меня не было никаких поясов, не было никакой страховки, не было у меня ни той самой каски, ничего не было. И порой, когда ты забираешься, вроде ты думаешь, сейчас я все сделаю, но коленки трясутся. Есть какой-то страх. Но в этот раз здесь, когда мы проходили практику, одели все эти ремни, и мы вот так отпускали руки на лесах вверху и стояли, я чувствовал себя в настоящей свободе. Вот точно так же Божьи правила, Божьи законы, из-под которых мы так хотим выскочить, они даруют нам эту безопасность. Если мы выходим из-под заповеди Божьей, из-под его закона, происходят две вещи. Мы утрачиваем свою безопасность в этом мире, потому что этот мир, он так и хочет, чтобы надругаться над нами. Что произошло с Диной? Самое интересное то, что мы, бывает, вляпываемся в какие-то ситуации и опять же продолжаем искать выхода в этом же мире. Потому что этот мир, он как бы благородный, он обязательно нам предложит выход. То, что произошло с Диной, то, что сделал Сихем. Он сначала надругался, а потом предложил жениться. И это даже было приятно ей. Там написано, что эти слова ей понравились. Ну, это просто обман. Это заблуждение. И мы, когда начинаем выходить из-под законов Божьих, мы теряем эту безопасность. Вторая вещь, которая происходит, мы передаем, перестаем быть светом этому миру. Тем, кем называл нас Иешуа. Почему? Потому что мы потихоньку, потихоньку, шаг за шагом, мы уподобляемся этому миру. И все начинается с маленьких вещей. Мы привыкли к каким-то великим делам, большим, что-то сотворить такое. А на самом деле, как мы живем? Все хорошо, когда мы участвуем в общих служениях, мы что-то делаем, мы служим а на личном уровне, как у меня дома. Яков, великий человек, сегодня мы говорим, наш праотец, он ставит жертвенник там, станет жертвенник там, а дома? А что дома? А дома идолы. Одно дело, когда ты встречаешься с Богом, и Он тебе говорит, дает какое-то обетование, ты обещаешь взамен, что происходит эта встреча, и ты ставишь этот жертвенник и прославляешь Бога. Другое дело, когда ты по своему желанию приходишь, ну, потому что так надо. Я пришел из Сихем, купил землю и поставил жертвенник. Потому что так надо. Я верующий. Это совсем разные вещи. Поэтому, я думаю, происходит так, что Бог все-таки повелевает ему уйти. к сожалению, с тем, что произошло. Он говорит, иди в Вифиль. И когда он приходит на то место, которое он называет Домом Божиим, мы видим дальнейшее рождение новой жизни. Рождается Иосиф, муж, который действительно во всем послушен Богу и верен ему. Да, мы можем увидеть, что Рафиль умирает. Любимая жена в раннем возрасте. Но, как моя жена сказала, она когда читала, заметила, она говорит, а может быть, это потому, когда Лаван гнался и сказал, где мои идолы, Яков сказал такие слова. Тот, у кого найдешь, он не будет жить. И, может быть, не знаю, но можно об этом подумать тоже. И что же нам делать? Что же нам делать? Нам просто надо начинать с маленьких вещей. Потому что наша жизнь в погоне за какими-то акциями мы так живем в этом мире. Нам не нравится чем-то законы Божьи, а там в Европе так хорошо, а там такие цены, а там вот это, а там вот это. Я говорю о том, что я слышу вокруг себя, как от верующих людей, так и от неверующих. И ничем мне это не отличается. но мы должны быть отличны от этого мира. Или же, как Ишуа говорил, а может быть, тот свет, который у вас, он не есть ли тьма? очень интересные слова, что свет может оказаться тьмой. Мы сегодня куда-то бежим, бежим за всем, но не за Словом Божьим. нам просто необходимо вернуться, а начинать с элементарных вещей. Не с чего-то большого, а с элементарных, с своего дома, своей жизни. Как я живу? Перебегаю ли я дорогу со своими детьми, как все в неположенном месте? Иду ли я на красный свет? Уступаю я вообще в очереди в магазине кому-то свою очередь? Чем-то, чем-то быть отличным. У меня был один знакомый, он жил у нас в Кыргызстане, в Нарыне, в далеком селе, где вокруг одни мусульмане. Но он жил по слову, он помогал людям, он давал им еду, он что-то делал, и они постоянно бросали в этот дом камни. И он, знаете, уровень своей веры он оценивал так, он говорит, что-то уже месяц не кидают в меня камни. Может быть, с моей верой что-то не то. Я не хочу, чтобы вас кидали камни. Но каждый выбирает свой путь сам. Но отличие от этого мира, оно должно быть. Люди должны видеть в нас свет. по-другому не получится. Поэтому мы видим, что когда вновь обращается Иаков, и он благословлен. заповеди Ишуа сказал мои, не тяжкие. Прошлый раз Миша сказал такие слова, что Господи, приди быстрее, измени все в этом мире. Вот это наше поведение с мелочей, это и есть то, что вот мне очень нравится лекция Леона, которые говорят о текун-аламе, исправлении этого мира. Это действительно, это меня всегда влекло, я не понимал тех людей, которые сегодня посажены на небесах, а смотрю, а жизнь в этом вроде бы совсем как-то по-другому. И нам именно важно следовать этим. Миша сказал, что Господи, приди, мы без Тебя ничего не можем. Знаете, я, спасибо Миша, если он слышит меня, я, это натолкнуло меня на мысль. Иногда у меня бывают такие слова, Господи, я уже не могу, я устал. А после этих слов подумал, а может быть, я просто без него. может быть, я просто пытаюсь сделать что-то сам. Но Бог всегда рядом. Он ждет, когда мы обратимся. И Ишуа, и Господь, Он всегда обличал, Он всегда выражал свое негодование по поводу отличия жизни и от служения, и повседневной жизни. Иоанн предупреждал, Он говорил, не ищите мира, не любите мира, не того, что в мире, потому что это все не от Бога, но исполняющий волю. В прошлый раз Иоанн сказал, что будет суд, и за все мы дадим отчет, цитируя Тимофея. И Ишуа тоже говорил, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю. Другими словами, Он говорит, я не ваш Господь. Все мы дадим отчет. Было сказано в прошлый раз проповедовать с назиданием. Я думаю, как раз-таки проповедь с назиданием или Евангелие с назиданием – это тогда, когда наша жизнь, она не отличается от того, что мы говорим. или мы живем так, как мы говорим. Сегодня хочу просто благословить, чтобы в преддверии Хануки этого праздника обновления, о котором написано в Брит Хадаша, там тоже в тот день подошли к Ишуа и спросили, а скажи нам, ты ли Христос? Он сказал, я говорю, а вы не верите? Ну, посмотрите на дела, которые я делаю. Он тоже говорил об этом. Пусть Бог благословит, чтобы этот праздник, он действительно был для нас обновлением вот этого жертвенника, этого завета во имя Ишуа Машех. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok